Добрый день! Сегодня я хочу предложить маленький эпатажный текст, не столько для обсуждения, хотя можно и обсудить, но просто некий нюанс, связанный с понятием материализма. Был какой-то спор, был какой-то разговор, человек очень настаивал на продуктивности философского направления материализма, и резонансом на это обсуждение написал текст, который называется «Материализм – это приживальщик науки». По сути, материализм – это не философское направление, а банальный научпоп. К примеру, до появления квантовой механики он говорил одно, а после – другое. Случится новый прорыв в физике, материализм начнет с умным видом вещать третье. Подумайте, как в материализме XIX века можно было бы получить представление о конструклярно-волновом дуализме, принципе неопределенности квантовой спутанности? Да никак. Тогдашний материалист посчитал бы это, эти ныне сугубо научные концепты, метафизическим бредом. Материализм с одинаковым успехом согласовывался и с доэволюционной биологией, потом с дарвинизмом, а если в ближайшее время в биологии будет найден новый подход к решению эволюционных проблем, то материализм, ничуть не смущаясь, будет и его объяснять с материалистической точки зрения. Из материализма ничего не следует, и поэтому он с готовностью будет описывать все, что бы не всплыло в науке. Материализм принципиально не концептуален. Возьмите Декарта, Канта, Гегеля. У них полно содержания вне и до науки. Есть над чем поразмыслить, есть философия. А материализм без науки исчерпывается фразами типа «Все данное нам есть материя, а материя есть все, что нам дано». Материализм – это приживальщик науки, не имеющий никаких собственных идей, питающийся крошками с ее стола, и поэтому обреченный повторять за ней все, что бы она ни сказала. Точка. Платон совершенно не идеалит. Значит, вот у него есть три категории. Билон-черист. Единое, иное бытие или сущие. Сущие, по-простому. Древние греки говорили о сущем. И вот это великое парменидовское единое, или одно бытие, которое, как показал Платон, существовать одно не может. И вот идеи или логосы приписаны именно к единому. И элитическое знание, то есть знание, получаемое нами как бы сверху, уразумением нашим, разумеется, оно обусловлено именно единым. Так вот, идеалист ли Платон, или не идеалист, если Платон первым в истории человечества показал, что единое не может существовать без сущего и иному им. Вот. То есть проблема материализма и идеализма на самом-то деле яйца обоеденному не стоит. Ну понятно, я хотел бы еще расширить немножко, пояснить текст, потому что его было обсуждение, и что бы ни говорили люди, как противопоставляя этому тексту, они постоянно скатывались на язык науки. А вот то-то в науке. Я говорю, так, стоп, стоп, давайте забудем науку. Вот давайте не употреблять никаких научных терминов, никаких научных концепций. Расскажите мне что-нибудь про материализм. Какая идея материализма, вот чистого материализма, чистого материализма ценна? Никто не может ничего сказать. Ну и наука основана на материализме. Я говорю, что ну понимаете, вот если завтра материализм забудется, вычеркнется, просто из памяти. Ученые как работали, так и будут работать. Они не опираются ни на какой материализм, они просто делают свое дело. А вот уже материализм, как философское направление, питается этим. Он присваивает себе все, что достигла наука. То есть скажи материалисту в XIX веке, что Вселенная конечна, имеет конечную массу. Как же это уже, как же материализм? Материя вечно, неделима. А, да, материя неделима. Вернее, бесконечно делима. А потом бац, в XX веке, и кванты. А причинно-следственные связи тоже жесткие. Жесткие в материализме были, понимаемые материалистам. А вот сейчас бери квантовые спутанности и какие-то новые кванты. Тоже там все. Вот и получается, что как такового материализма чистого течения, кроме как жизненной позиции, или там, можно сказать, мировоззрение материалистическое быть. Но философского направления нет. То есть, если мы возьмем книжку того, по Диамату, все, что там касательно будет не идеологии, там будет пересказ науки. Ну, а вот тут, мне кажется, и главная позиция материализма в том, что все, что мы видим и воспринимаем, как бы существует объективно, вне зависимости от наших чувств. Да, а квантовая механика говорит, нет. Но они говорят поэтому, что квантовая механика... А они говорят, что квантовая механика оказалась, что они независимы от наших чувств. Но это объективный нервизм. Но это религиозная картина мира тоже об этом говорит. Понимаешь? Ну да. Абсолютно. И Платон тоже об этом говорит, о том, что сказал. Без сущего не существовало бы единое там, где идея и прочее. И сущие объективно. Вот это единственная идея материализма, вот высказана сейчас, что да, материалист считает, что все существующее материально существует объективно, независимо от человека. Все, на этом точка. Дальше с этого ничего не следует. То есть мы найдем кучу проблем у Беркли, у Платона, у Декарта, у Канта, у Гегеля. Мы будем кучу обсуждать философских проблем. Даже независимо от идеализма материализма. Кант себя называл... Почему вы называете идеалистами меня? Я как материалист. Кант писал. Без разницы, как его называть. Его идеи не зависят. Агностик он. Что? По-моему, что ему называется агностиком. Вот. Но идей там куча, мы можем обсуждать. А если мы возьмем материализм, как философское течение, то есть как идеологию, как мировоззрение, жизненную позицию, как научную основу какую-то, ну да. Но как философское течение ничего не следует. Сказал объективно, и все, и дальше молчок. Что из этого случится? Ничего из этого не следует. Что наука скажет, то и будет следовать. И самое главное, что не сам материализм утверждает что-то, а то, что наука скажет. Наука поменяется, и материалист будет говорить другое. А как материалист пусть в ноги попрет? Никак. Тут, в общем-то, все зависит от того самого ощущения человека. Довольно ли ему самоощущение себя в матрице или нет? Ну, кстати, я бы сказал еще такой момент, что квантовая механика, так сказать, не говорит о том, что все, как бы, существует, все зависит от наших ощущений. Не все, да, но есть то, что зависит. Не от ощущений зависит, допустим. Но от наличия наблюдателя. В данном случае наблюдатель, это как бы конечный, так сказать, материальный объект в цепочке. Но если, условно говоря, мы щупаем электрон фотоном, то есть взаимодействие электрона и фотона. Ну, в любом случае, кто-то должен наблюдать это взаимодействие. Но в квантовой механике есть еще более суровая вещь, что нечто, частица не существует до взаимодействия. Не существует. Мы не знаем, где она и есть ли она. Вот, чтобы материализм 19 века был бы крутейшим идеализмом. Как это так? Материя, мы не знаем принцип неопределенности, она есть или нет, и определяем ее импульс, а не определяем, где она. Или определяем, где она, а не знаем ее скорость. То есть это донсенс был для материализма 19 века. А пришло это в науку, стало нормально. И я думаю, что если появится, скажем, экранирование гравитации, телепортация или еще что-нибудь, что считается сейчас бредом сумасшедшего, например, то материализм также спокойненько это примет. А другим направлениям философским... Плётно это, как-то без разницы, что наука. Кстати, вот здесь у материализма, может быть, давай обсудим вот такой ход, как бы вот высшая форма движения материи, да, сознания. Вот сверху у нас высшая форма движения материи. А Владимир Ильич просто пронесшую, эту форму еще не знал особенно, да, хотя он там говорил, что... Ну, как-то иначе, что вот есть средняя область материи, то, что вот мы привыкли называть материю, есть высшая форма движения материи, и низшая, тоже своеобразная, весьма отличная от того, что есть в нашем уме. Ну, материализм вообще-то опирается на быт. Запутанно, запутанно, и, может быть, там тоже сплошные вот мысли, типа высшая форма, только как-то по-другому организована, да? Ну... Так что тут вообще поле не пакамое. То есть была бы фантазия, и можно... Ну, можно ли назвать... Материалист четко понимает материальность этой самой материи, вот на этом среднем уровне. Тут все понятно, вот ствол, вот все. Поднимаясь выше, уже на материалистическом уровне объяснить сознание невозможно. Ну, материалистические объяснения не годятся. А вот скажешь, чем ниже, тем глубже, тоже теряется. Вот. А есть философские направления, которые говорят, что вверху то, что внизу, что высшие формы совпадают с низшими, они зацикливают, закругляются, соединяют единое целое, что без разницы ты вверх или вниз, ну, придешь к одному. А вот в нашем среднем бытовании, вот именно вещественном, то есть, по сути, материя – это вещество. Вот, 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 если все, что мы говорим о материи, вот, релевантно каким-то и научным вопросам, это о веществе. Ну, может, чуть пошире, там, поле еще можно, хотя поле вещество тоже, как бы, можно включить. Тут всплывает еще проблема, говорит, ну, как же, материализм, столько идей, вот, воплотились в философских, в науке. Я говорю, да ни одна философская идея никогда в науке не воплощалась. Если когда-то кто-то говорил про атомы, ну, это было просто умозрительное, это не восприняли эту идею, как философскую, потом, через три тысячелетия практически, да. Вот. То есть, философия всегда придется в конце, в хвосту науки. И материализм самое странное, которое должен было бы давать идеи, основу. Это та же идея Диамата, что Диамат — это учение о развитии материи. Ноль, ничего. Диамат о развитии материи сказать ничего не может. А именно развитие как такового. Что мы поднимаем под развитием? Ну, вот живой организм, он развивается. Что Диамат может рассказать о развитии живого организма? Ничего. Просто ничего. А биологи, которые занимаются теорией развития и эволюционной теорией, они где именно Диамат используют? Какой там Диамат? Они что, ищут там противоположности какие-то? Они занимаются конкретными делами вне философии, далеко от философии. А философия, с одной стороны, либо с борьбой противоположности Диамата, или с другой стороны, со своей маржентностью, ничего не может рассказать про эволюцию. Про развитие. Ни одна, ни другая. В смысле, ни с какой стороны философия не может сказать про развитие ничего. Ну, да, может сказать, Гегель может сказать, что да, действительно, развитие идеи, но это развитие самой философии внутри себя, а не имеющего отношения к развитию того, что мы поднимаем, вот, мира вне философии.